ТЕРИТОРИЯ МАШИН Если вы не хотите самодисциплинироваться, то вас научит правильно себя вести государство. Это не только в России. Подобная практика существует во всех странах мира, где хоть как-то заботятся о безопасности движения. Тем забавнее сообщение, поступившее нам из соседней Финляндии. Там один товарищ, состояние которого оценивается почти в 2 миллиарда евро, не пропустил пешехода. У нас бы он отделался штрафом в полторы тысячи рублей и хамил бы дальше. Но в Финляндии все совсем по-другому. Дело в том, что суммы штрафов там определяются исходя из дохода нарушителя. А мы помним, что дядя не бедный. Таким образом, штраф ему выписали в размере 77 808 евро. Миллиардеру от такого решения суда поплохело, и он даже подал апелляцию. Но суд высшей инстанции оставил приговор в силе. А всего-то нужно было внимательнее следить за дорогой. Глядишь, и деньги целее были бы. Во всем мире существует миф о том, что русские пьют, как в последний раз. Мы со своей стороны всячески пытаемся этот миф разрушить, попивая смузи и свежевыжатые соки. А в это время на заводе BMW произошел уникальный случай в истории марки. Впервые за все годы работы был остановлен конвейер. Произошло это не из-за технического сбоя, а по вине двух рабочих, которые внезапно исчезли со своих постов. Коллеги по цеху кинулись искать пропавших, и вскоре их обнаружили в одном из подсобных помещений. Оба они находились без сознания, а в редкие моменты просветления не могли сказать даже слово «мама». Медицинская экспертиза показала, что один из них в стельку пьяный, а второй принял амфетамин. Кроме этого, оба передовика находились под воздействием курительной смеси. Ущерб от подобного поведения составил почти миллион евро. А мы дальше будем пить свежевыжатые соки. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин